Всем привет, это Андрей Гавриков и это очередные записки Нумизмата. Конец недели значит время подвести итоги пополнения моей коллекции. Самое главное, я считаю, это то, что наконец-таки письмо из Сингапура добралось до меня два месяца, но шло. Как началась вот эта вся история с локдауном, закрытием границ, почтам и так далее, подвисло моё письмо в Сингапуре и вот буквально недавно-недавно оно прорвалось к нам на территорию России и там в течение буквально недели-полутора добралось до меня. Это очень круто. В этом пополнении у меня много покупок, но недорогих и интересны достаточно обмена. В общем, давайте я не буду тянуть время и давайте посмотрим, что за монеты попали в коллекцию ко мне за эту неделю. Погнали! Так, ребят, ну что ж, давайте начнём. Начну сегодня, наверное, пожалуй, с обменов, что я тут поменял. Ну, со старины начнём. Два чем-то семи 1862 года в состоянии такого F. Италия. Старая, уставшая монетка, но в коллекции мне не было. Менялся я с им соратником старым. Брал там некоторые монеты со станией Uncirculated, чтобы обновить себе в лучшем качестве. Вот такой монетка мне не было, взял себе её. Состояние, конечно же, конечно желает лучшего. Монета, которая появилась у меня в руках буквально часа три-четыре назад. Приезжал человек, менялись. Сто франков габон. Вот так вот она выглядит, эта монетка замечательная. Ну, как вы знаете, они африканские монеты. Это одинаковый дизайн. Но такой у меня не было. Попалась она ко мне теперь сейчас в мою коллекцию. Дальше. Большой обмен достаточно по количеству монет с человеком. Это вот последняя самая юбилейка российская. 25 рублей двадцатого года. Барбоскиные. Ну, вот. Знаете, конечно, меня смущает, что монеты у нас новые. Только свежие штампуются. А выглядят они так, как будто бы, я не знаю, блин, обстучали все, обкоцали в каких-то микрокосочках они все вот эти вот мешковые наши монеты. Конечно, грустно и печально. Дальше. Целая коллекция, целый набор монет Сомали. 10 шиллингов 2000 года. Это, как видите, китайский гороскоп. Лошадь, кролик, змея, петух. Они в Сомали любят монеты такого плана. Дракон, собака. Это вот китайский календарь, который годовой тигр, кабанчик, свинья. Здесь написано пиг. Потом следующее, что у нас здесь идет. Козел, крыса. Вот, кстати, мой год. Так. И год быка и год обезьяны. Ну, вот. Такая вот история. Тоже менялся соратником, получил эти монетки. Так. По покупке, смотрите. Я ждал все, пока у одного продавца появится в наличии и весь последний Казахстан. Ходячка и Таджикистан. И вот я дождался. Еще оказалось, что у человека некоторые интересные монетки есть. Давайте, наверное, с них начну. Значит, Таджикистан 2019 года. Вот такие вот монеты. 5 Сомани. 19 года. 3 Сомани. Монеты недорогие. Все 9 монет обошлись на что-то. Оп. В 400 рублей всего лишь. Для тех, кто не из России 400 рублей, это где-то сейчас 5 долларов. С копейками там. С центами, да. Один Сомани 19 года. 50 дирам. Так. Вот они выглядят. Ну, ничего особенного, но дырочки в коллекции закрыть своей, да. Особенно, когда по типу собираешься. 20 дирам. 10 дирам. Смотрите, по дизайну не особо сильно отличается от предыдущих лет. Вот. Ну, другие типы. 5 дирам. Вот так вот выглядят. И 2 дирама. И самое-самое маленькое среди них это один дирамчик такой вот. И пыль какая-то попалась. Ну, вот такая вот малышка. Вот. Ну, и Казахстан. Казахстан. Я вот больше всего ждал вот эту монетку. Я уже давно видел ее на ютюбе у коллег. Видео. Я знаю, что в Казахстане уже вовсю в обращении. 200-200 тенге. Когда я последний раз был в Казахстане, таких монет там еще не было. Понятно, в Биходе. Они относительно недавно появились. И вот относительно недавно перешли на латиницу. Кто не знал, да. Вот смотрите. Написано все. Вот. Соточка тенге. Тоже биметалл. У них причем есть два типа, насколько я знаю. Ну, один ошибочно. Это вот что сбоку написано. Как там джуз. Там по-разному написание, по разным буквам. Вот такая история. Мне кажется, классная идея. Вот так монеты. Не изменился дизайн, зато изменилось написание. Очень непривычно для меня выглядит все это дело. Ну, прикольно опять же. 20 тенген. Мне как-то повезло, когда я был в Казахстане крайний раз. В магазине мне из Уролан давали сдачу 100 тенге 2007 года. Они в определенном периоде были очень редкими монетами. Вот. Достаточно дорогими. Пока массово не стали появляться. Видимо, из банка их достали. Стали в народ пускать в обращение. Мне повезло. Они попались в самом начале этого процесса, видимо. И достаточно выгодно было ими меняться потом на Юкоине. Так. 5 тенге. Вот. И 1 тенге. 2 тенге. Конечно же, не выпустили. Ну, может быть, будут. Может быть, будут. Такой вот один тенге. Так. Что я еще взял? Я вот взял только не 100, но это уже продавца. Смотрите. 2 моната. Все монетки в состоянии циркулит. Видите. Есть какие-то маленькие царапочки мешковые. Двух монат у меня не было. Вот. У меня был один монатик, но не такой хороший, красивый. Это тоже, опять же, мешковый, классный, отличный. А у меня был уставший и грустный. Вот. Так что. Все. Дырку я закрыл для себя тоже. У меня струкмени. Теперь все монеты есть. Так. Помимо этого я себе взял под замену Гану. 50 Седи. 99-го года. Они. Я вот не знаю, сейчас на фотографии, на видео видно это или нет. Монетка сама по себе очень интересна тем, что она достаточно такая мутная. То есть, видите, вот затемнен как-то, не знаю, как-то шершавый, что ли, как-то вот так вот по дизайну. В общем, интересно. У меня в состоянии была я взял ее в таком отличном сохране. Одна из последних юбилеек 2 Ранда. Вот так вот выглядит замечательно. Вот. И один Реал, последний, бразильский, 20-го года. Вот так вот выглядит эта монета. Только вышла она относительно недавно. Вот. Судан 5 Кирше 83-го года. Тоже у этого продавца достаточно выгодно взял. Ванца была одна у него. Взял Судан и тоже собираю. Ну и близимся к тому, что пришло Сингапур. Это 25 чертрумов. Бутан, медно-никелевые. Достаточно редкие монеты. Вот. У нас они стоят в среднем где-то по 350-400 рублей. Есть кто-то подешевле продает в состоянии похуже. Вот. То есть у всех есть стальные там обычные магнитные. А это вот не магнитный, не медный, никель. Достаточно редкие монеты. И главное, главное пополнение моей коллекции, это вот этот вот Непал. 25 лет национальным банку. 5 рупий 81-го года. Вот так вот она выглядит. Вот так вот достаточно плохо проштамповано. Как видите, здесь смещение идет. Видите, поворот. Вот я переворачиваю, смещение идет. Ну и вот. Но монета достаточно редкая. 64 тысячи их наштамповано всего лишь. Вот взяла себе тоже несколько штучек сразу же вот в коллекцию и под обмен запихнул. Ну и вот. Так что вот такое вот замечательное пополнение у меня в этот раз. Ну, пишите в комментариях традиционно те монеты, которые вам больше всего понравились. Про себя я, конечно же, как вы понимаете, скажу, что это Непал. Давно я гонялся за этой монетой. Вот она у меня. Вот галочка стоит. Счастлив и доволен. Теперь она у меня. Осталось меньше монет для того, чтобы собрать мне всю юбилейку Непальскую. И, конечно же, я доволен, пусть и недорогим, монетам Казахстана, Таджикистана. Давно очень хотел их заполучить в коллекцию. И вот все ждал, пока у одного продавца будут идти и другие монеты сразу продаваться. Ладно, ребят, всем спасибо. Пока-пока. На связи.